Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня речь пойдет о Эдит Несбит. Я уже рассказывал об этой прекрасной английской сказочнице. И сегодня как раз хотел бы представить вам одну из самых известных, самую популярную, ее историю, с которой, как говорится, началась слава. Главное в этой жизни что? Заручиться правильными рекомендациями. Такой рекомендации, которая есть у Эдит Несбит на четвертой сторонке обложки этой книги, еще поискать. Пожалуйста, Джон Роулинг говорит, читайте своим детям Эдит Несбит. Фактически это приказ. Более того, я бы сказал, заклинание, которое после взмаха волшебной палочки просто притягивает внимание публики к этой книге. Совершенно заслуженно. Эдит Несбит жила в ту переходную эпоху, когда классическая детская литература, которой мы сейчас гордимся и которой мы сейчас с удовольствием перечитываем, только зарождалась. И вот Алиса уже написана, да, Винни-Пух еще впереди, и Питер Пен где-то там в этих годах, да, Эдит Несбит умерла в 1924 году. То есть вот это как раз то самое переходное время, когда все сюжеты витали в воздухе, понимаете, идеи клубились. И, собственно говоря, основная радость у меня от этой книги – это радость узнавания. Это динамичная, очень веселая, в меру поучительная повесть о том, как пятеро детей нашли песчаного эльфа, который стал выполнять их желания. Собственно, сама по себе завязка уже не нова, но то, что мы встретим в сюжете, напомнит нам бесчисленное количество любимых книг. Это не потому, что они все украли свои идеи из текста Эдит Несбит, хотя временами так и кажется, а потому, что она действительно умела, как никто, схватывать то, что витало в воздухе модернизма, витало в воздухе уже зарождающейся новой литературы. Литература не классическая, литература, апеллирующая к бессознательному, очень прочно усвоившей уроки нового искусства. И, конечно, сказки Эдит Несбит – это уже игра с классической традицией. И когда мы читаем о приключении этих детей, первое, что нам приходит в голову, мы все это видели. Я познакомился с Несбит уже в обсорудовом состоянии, то есть у меня в детстве этих сказок не было. И сейчас для меня все в новинку, все свежо. Мне хочется сказать, что, во-первых, это колоссальные достоинства. Во-первых, ребенок, если он узнает в компании этих пятерых детей четырех принцев Нарни и принцесс, он просто будет молодец, просто молодец. Но дело не только в том, что автору нужны были четыре темперамента классических, плюс малыш – это ребеночек, самый младший герой книги. Нет, дело в том, что это, в принципе, классическая модель повествования. Еще раз говорю, она ловила идеи из воздуха. Здесь вы узнаете многие фильмы, начиная с глуповатых американских комедий, в меру трогательных, в меру полезных. Приятное кино, хорошо снятое. Дорогая «Я увылечил ребенка», кто смотрел эту комедию, прекрасно понимает. И потом повторение, да, то есть он снова увылечил ребенка. Вот, здесь, конечно, есть история с малышом, которая вырастает до размеров великана. Дети немедленно, это английские дети, они немедленно начинают строить коммерческие планы. Его надо показывать, значит, в цирке, да, его показывают в цирке. Значит, коварные, конечно, циркачи хотят нагреться на этом, да, и, значит, уже потирают лапки свои. Они хотят, значит, этого великана и так далее и тому подобное. Трогательное объявление вешается на шатре с этим дивным аттракционом, да. Значит, аттракцион не работает, великан пьет чай, да. То есть прерыв. Это все прописано с забавными, очень реалистичными деталями каждой из этих превращений. А здесь есть, допустим, значит, ребенок в теле взрослого. То есть малыш внезапно становится у нас усатым дяденькой. Ну, ведет-то он себя как пятилетка, значит, в отношениях с тетеньками, которые встречаются рядом, которые слегка не понимают, что этот усатый джентльмен делает. Вот, в тяже, значит, в тяге к складкам, в общем, много всего забавного происходит. Это тоже узнаваемый сюжет. И вы даже знаете, у нас есть отечественная прекрасная комедия на эту тему. Ну, как прекрасная? Хороший фильм. Несбит удивляет тем, что вот она эти сюжеты, рассказывая нам сто лет после того, как они впервые пришли в головы в писательские, да, и более, сто и более лет, значит, она рассказывает их так, словно они вот только сейчас породились на свет, да, как Афродита из Пены. Это прекрасно. Это признак по-настоящему хорошо написанной детской сказки, признак того, что книга останется на все времена. И не как памятник в истории литературы, да, который, значит, изучают, в котором все вот эти вот аллюзии, парочку из которых я здесь сейчас вам рассказал, будут анализировать, выписывать диссертации, по ней писать, а по ней стоит писать диссертации, она действительно этого заслуживает. Нет. Это будет живое детское чтение, которое постоянно будет входить в оборот на том или ином языке. Вот сейчас по-русски, значит, не один десяток книг «Эдит Несбит» переиздан только за последние годы. И это прекрасно. Это замечательно. Это то, что нужно всегда делать. Потому что время от времени вот эти вот пласты, как перепахивают лук пугом, переворачивая землю, да, эти пласты надо переворачивать, чтобы мы снова наклонились к истокам. Потому что у нас есть бесценные сокровища английской детской литературы, и Несбит в них как-то вот затерта. Она во втором ряду. А она прекрасна. Вот такой вот песчаный тролль. Все в этой книге кажется мне хорошим. И концовка, которая совершенно открытый финал, да, чем дальше будет заниматься песчаный тролль, мы так и не узнаем. И мы не узнаем много всего. Вот. А чего я вам, конечно, не скажу. Читайте сами. И вообще я не буду говорить больше ничего про приключения пятерых детей. Читайте сами. Это сюжетная книга. Эта сказка, ее пересказывать ни в коем случае нельзя. Испорчим все удовольствие. Но вы точно полюбите эту семейку. Это я вам гарантирую. И забавное существо, которое является, на мой взгляд, портрет которого является, на мой взгляд, наиболее удачной чертой иллюстрации в этой книге, да. Вот обо всем остальном можно спорить, да. Но песчаный тролль ей удался, по-моему, как никому, да, художнице. Вот. Песчаного тролля вы тоже запомните навсегда. Да. Прекрасного, совершенно прекрасное чудище. По-английски в оригинале это it, да. То есть оно, непонятно что, да. Вот это непонятное что в русском переводе превратилось в его чудище. А, соответственно, под первым художницей оно превратилось в очаровательное совершенно потрясающее существо. Вот такое вот невероятное, которое, конечно, невозможно ни полюбить и ни запомнить. Читайте, наслаждайтесь. Edit Nesbit. Пятеро детей и чудища.